Главе города докладывают об успешном запуске объекта в эксплуатацию, после чего Юрий Поляков вручил спасателям грамоты и поздравил находящихся на боевом дежурстве с профессиональным праздником. Вы, как никто, другие находятся в тех побежах, когда вы спасаете, помогаете, это и в грущу, и в снегу, и в отоплении, и в шторм, как наших жителей, так и гостей города, курортом. Аварийно-спасательный пост оборудован по последнему слову техники. Все сделано для того, чтобы максимально быстро, когда зачастую счет идет на секунды, отреагировать на опасность и принять необходимые меры. Если раньше удаленные районы находились на пределе времени реагирования спасательных служб, то отныне путь спасателей до точки ЧАЭС сокращен в разы. Связь у нас и радио, значит полностью, отлично. Всего на базе будет нести службу 28 человек. В текущие задачи аварийно-спасательного поста входит ликвидация последствий техногенных аварий, дорожно-транспортных происшествий, а также тушение пожаров. По словам начальника отряда, пост может полноценно покрыть несколько населенных пунктов. В первую очередь, значит, хутор Рассвет, Заря, Усатого Балка, Гайкадзор, Станица Анапская, Куматырь. Это вот непосредственно наша сторона. Ну и в зависимости, если от выполнения сложных работ, возможно, и по всему району можем выезжать. Валерий Перекоти уже 11 лет работает спасателем. В детстве он, как и многие его сверстники, мечтал стать пожарным. В итоге и мечту детства осуществил, и призвание помогать людям реализовал. В 2009 году на Уташе горел дом, детей выносили с дома. Он спас двоих детей, за это получил грамоты. Людей спасали газовые баллоны, доставали там с домов. Ну, всякое было в жизни. По личному указанию главы Анапы из средств муниципального бюджета пост был укомплектован тремя спецавтомобилями Нива быстрого реагирования, которые уже с сегодняшнего дня будут нести боевую вахту по спасению человеческих жизней. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова